Депутат Кузиев Закиржан Пирмухамедович Каверляда. Биобанк генофонда имеет более 6 миллионов доз семени всех пород высокопродуктивных быков и баранов производителей отечественной и зарубежной селекции, разводимых с 90-х годов. В конкурентной среде Центр обеспечивает сохранность генофонда биобанка племенных животных, ежегодно пополняя ее в то же время, реализуя отечественным сельхозпроизводителем племенной материал. Как нам стало известно, с отменой в 2014 году государственной поддержки Центр существует исключительно за счет хозрасчетных средств, продажи семени и оказания сопутствующих услуг. В результате, на сегодняшний день Центр находится в крайне плачевном финансовом положении с устаревшей материально-технической базой, отсутствием высокопродуктивных животных. В то же время, существующая на сегодняшний день система племенного животноводства не позволяет Центру быть конкурентоспособным на рынке племенной продукции. Дело в том, что основным поставщиком племенной продукции являются иностранные компании и их дистрибьюторы. При этом, координация селекционно-племенной работы возложена на республиканской палаты, которых сегодня у нас насчитывается более 33. Они являются саморегулирующими организациями и, соответственно, самостоятельно принимают решения по определению племенной ценности, присвоению статуса и выдаче свидетельства племенной продукции. Одной из основных причин, влияющих на качество импортированного семени, поставляемых зарубежными дистрибьюторами, является бесконтрольный завоз племенного материала, который не проходит должной проверки на наличие заболеваний, передающих по наследству. Зачастую семья, даже с международным ветеринарным сертификатом, может быть недоброкачественным, иметь низкие морфологические показатели и содержать генетические аберрации и наследственные заболевания. Для исключения завоза некачественной, сомнительной продукции биологический материал должен проходить тщательный лабораторный анализ. АО «Ассалтулик», имеющий специалистов в области оценки племенной ценности животных, владеющий технологиями трансплантации эмбрионов, имеющих соответствующие оборудования и биологические материалы, должен стать стратегическим центром с биобанком генофонда и быть арбитражным центром по анализу и контролю племенного материала. В связи с этим просим вас поручить Министерству сельского хозяйства разработать и направить Министерство финансов в бюджетную программу по сохранению и созданию национального биобанка по приобретению и содержанию высокопродуктивных животных на базе Ассалтулик. Для улучшения инфраструктуры, обновления научно-технического оборудования, оснащения материально-технической базы, центры и других дочерных организаций на НОЦ поручить сформировать новую бюджетную программу капитальной расходы подвесительственных научных организаций, провести предварительные расчеты и в последующем внести в бюджет на 2026-2028 года, усилить контроль и надзор племенного дела в животноводстве путем внесения изменений в закон Республики Казахстан о племенном животноводстве с усилением функций Комитета государственной инспекции, актуализировать действующие нормативные правовые акты по контролю и качеству импорта племенного материала, Министерству науки и высшего образования включить центр в перечень субъектов базового финансирования и рассмотреть вопрос финансирования центра с 2024 и на 2025-2027 года. С уважением, депутаты Комитета по аграрным вопросам, вопросам природопользования и развитию сельской территории. Спасибо.